Здравствуйте уважаемые шашисты! Сегодня мы с вами продолжим разбор матча между гроссмейстером Никой Леопольдовой из города Санкт-Петербург и якутской спортсменкой Аленой Большаковой. Во второй партии Алена Большакова смогла отыграться. Ну и партия довольно-таки интересная. Особенно интересна она могущими возникнуть в Эншпиле идеями. Во второй партии спортсменком А5 выпал следующий дебют Е4-ДЦ5-ЦБ4-ЕД6. Алена Большакова правильно играет, Б5 это сильнейший ход в этой позиции и Ника Леопольдова правильно отвечает ФЕ7. Но по сути это единственный ход, не ведущий к поражению в этой позиции. То есть в первой партии Алена Большакова сыграла ФЖ5 и могла проиграть. После ФЕ7 у черных есть ничья. Ну и сильнейший ход здесь наверное за белых это ДЕ3, но Алена Большакова предпочла сыграть БЦ3. Черные тут же размениваются, потому что белые грозили связать фланг черных. Ну размен вынужденный. И далее были возможны два хода, либо ДЦ5, либо ФЖ5. Ника Леопольдова предпочла атаковать фланг белых. Белые закрываются ФЕ3, черные продолжают нападение. Но лучше всего да, ниже Ф2 играть, а именно Е4 размениваться. Вот таким образом. У белых переразвитие и за счет этого переразвития они занимают центр и имеют небольшое преимущество. В этой позиции Ника Леопольдова сыграла ЖФ6, но в принципе можно было сыграть ЕФ6. Интересный ход был. То есть если белые размениваются вот таким образом, ну тут все очень быстро заканчивается. Допустим, ДЕ3, разменялись, СД2, можно еще раз разменяться за черных. Ну и допустим ЕФ2, АЖ7, СД4 ничего не дает, просто играем ЖФ6. Ну и на так уже так может закрыться и у белых нет ходов. А если нападают белые, тогда играем просто АЖ5, размениваемся вот таким образом. Ну и белые и черные проходят в дамки. То есть тут ничего нет страшного. Но в этой позиции в принципе есть более интересный вариант за белых. Это сыграть ЕФ3, ну и после размена сыграть СД4. Кажется, что у черных плохая позиция, но на самом деле ничья есть и как после АБ6, так и после СБ6. Давайте рассмотрим обе ничьи. Если СБ6, разменялись, ну ДЕ5 надо играть. Черные просто играют ДЦ5, жертвуют шашку, затем СБ4. Ну и переводят затем шашку А7 на поле Б6. То есть грозят разменяться, надо отходить, иначе никак не выиграть. Играют БЦ3. Ну и постепенно тут позиция уравнивается. То есть как играть? Если допустим играть так, поставили дамку, надо отходить. Пошли АБ4, опять надо отходить. Ну и черные проводят вторую дамку с ничьей. То есть ничего такого нет. Если же в этой позиции играть АБ6, ну тогда играем ДЦ3. И кажется, что черным не сдобровать. На самом деле их выручает жертва. Вот такая. ФЕ3 и БЦ5. Вот такая изворотливость есть у черных тактическая. То есть, ну ФЕ3 бесполезно играть. Просто пойдем в дамки. Если же ФЕ3, нападаем, надо отходить. И черные идут в дамки. Ну так играть бесполезно. Из-за размена приходится играть ДЦ5. Тогда черные отдают еще одну шашку неожиданно. И ведут вторую дамку. То есть, так играть бессмысленно. Черные поставят дамку. А если играть так, то черные ставят дамку, обрезают эти две шашки. И в итоге белые будут вынуждены отдать шашку А5. И позиция также заканчивается ничьей. Давайте еще рассмотрим, как в позиции после хода черных ЕФ6 могли сыграть белые. То есть, мы смотрели ФЕ5. Ну, СБ4 сразу нельзя играть из-за простенького ударчика. Вот такого небольшой комбинации. И черные выигрывают шашку и затем проходят в дамки. Это понятно. То есть, СБ4 невозможен. Интересный ход, кажется, АЖ3. То есть, белые в центре как-то. Но на самом деле этот ход плох. То есть, конечно, черным нельзя вот таким образом размениваться. Потому что шашка проигрывается, белые ставят ржом. Но на самом деле тут преимуществом владеют черные. И, похоже, даже этот ход проигрывает. Черные точно отвечают АБ6. Теперь как играть? Если же АЖ4, мы жертвуем шашку и прорываемся на фланге вот таким образом. Это проиграно для белых. То есть, остается играть СБ2, допустим. После СБ2 мы играем ФЖ5. Ну, допустим, БА3. Напали. Закрываться бессмысленно. Это все плохо будет. После ЖФ6 все заканчивается. Приходится играть АБ4. Ну и как бы тут белые не били, у них проигранная позиция. То есть, если побили вперед, просто играем ЖФ6. И после... Так, прошу прощения. Вот как раз тут ничья и есть. Сложнейшая, да. Но она есть. Вот именно в этом варианте. То есть, черные тут проводят вот такую комбинацию. Так, так. И белым надо только меняться. Черная игра от ЖФ2. И АБ6 проигрывает. Просто дамку поставили и все. И две шашки гибнут. Это окончание проигранное. Приходится играть либо ЕД4, либо ДЦ3. Черные ставят дамку. Надо закрываться обязательно. Ну, ДЦ7 ничего не дает. Просто идем в дамки. Поэтому приходится играть ЖФ2. Черные грозят выиграть шашку. Надо отходить. Опять приходится нападать черным. А как иначе играть? Опять белые закрываются. Опять ушли в эту сторону. Ну и здесь уже постепенно вырисовывается ничья. В этой позиции уже можно сыграть за белые. Тут, в принципе, можно и АБ6 уже, и ЦБ6 сыграть. Ну, допустим, черные подождали. Пошли. Пошли. Сыграли, допустим, АБ6. Ну и ничья тут уже очевидна. То есть, как бы черные не играли, ну, допустим, ушли сюда, просто пожертвовали шашку. Ну и поставили дамку. Даже черные напали на эту шашку. Затем проводим вторую дамку за белых. Выстраиваемся вот подобным образом. Ну и черные не в состоянии провести свои шашки в дамке. И, конечно, тут позиция ничейная. То есть, в этой позиции после АЖ3... Ой, прошу прощения. АБ6. ЦБ2. ФЖ5. БА3 напали. АБ4. Белым надо бить только вперед. А вот размен назад таким образом уже проигрывает партию. Ну, конечно, хочется сыграть БА7. Выиграть шашку. Ну, там еще есть ничейные варианты за белых. Лучше подождать. ЖФ6, допустим. ЖФ2. Опять напали. Отошли. АЖ7. Ну, ДЕ5 ничего не дает. Просто нападем на шашку, выиграем и все. То есть, а как играть тут уже? ЕФ2 уже нету. То есть, ну и тут позиция очень быстро заканчивается поражением. А если после ФЖ5 играть ДЕ3, тогда тоже АЖ7, ФЖ3 напали. Ну, так тоже бесполезно закрываться. Проиграно. А если ЕД2 разменялись. Вот сейчас мы уже за черных выиграем шашку. Как говорится, со всеми удобствами. Ну и позиция легко выиграна за черных. То есть, друзья, в принципе, можно сказать, что ход ЕФ6 более такой игровой, более интересный, более острый. То есть, он, в принципе, ведет к равной игре, острой. Где-то даже еще черные могут владеть преимуществом. А ход ЕФ6 это просто, как говорится, надбой. Игра надбой. Конечно, лучше, как бы, в некоторых ситуациях обострить позицию. Именно вот ход ЕФ6, я считаю, получше. Белые играют СБ4. Черные разменялись таким образом. И белые также разменялись. В принципе, белые играют сильнейшим образом. Еще ни одной неточности не было допущено. Черные сыграли АЖ7. Белые сыграли АЖ3. Ну и в этой позиции Ника Леопольдова задумалась. И все-таки сыграла ЖФ6. Что привело после хода ЖФ4 вот такой связки левого фланга черных. Все-таки я не рекомендую играть таким образом. Проще было сыграть ЖФ4. И, допустим, после размена, ну или вперед, или назад. Даже, наверное, назад получше. Конечно, позиция абсолютно равная. Ну, чуть-чуть приятнее у белых. Тут, конечно, белым не победить. А вот после хода ЖФ6 и ЖФ4, черным надо играть практически единственными ходами делать ничью. То есть, затем Ника Леопольдова сыграла в этой позиции. В партии Ника Леопольдова сыграла СД6. Этот ход уже, похоже, проигрывает. Единственная ничья за черных была после хода АБ6. То есть, при связке своего левого фланга, да, черным обязательно надо владеть инициативой. То есть, они должны бороться за пункт А5. То есть, надо было играть АБ6. После СД6 давайте рассмотрим партию. Она очень быстро закончилась. Как раз белые, зная вот этот принцип, сразу же устремляются к захвату пункта А5. Черная играет ДЦ7, белые А5. Черные АБ6, белые ДЦ3. То есть, связка за черных стала невыгодной. То есть, белые захватили инициативу и на своем левом фланге, и контролируют черных на левом фланге. Черные здесь разменялись. Белые играют ЦБ4. А5 стремятся захватить пункт А5. Черные нападают. И белые захватили и опять пункт А5. Разменялись таким образом. Ну, сейчас ДЦ5 уже играть бесполезно. ЕМ2, ЕД2 можно... Ну, ЕД2, наверное, точнее, да. Чтобы после жертвы, допустим, просто идти в дамки. То есть, это проиграно сразу же. Ника Леопольдова сыграла, поэтому ДЦ5. Ну, белые идут в дамки. Черные напали. Белые пошли в дамки. После размена Ника еще сыграла ЖФ4. Белые поставили дамку. Ну, и так отходить уже бесполезно из-за нападения. Черные закрылись. И, не дожидаясь хода белых, сдались. Ну, действительно, после хода БЦ7 тут все ясно. Позиция проигранная за черных. То есть, друзья, таким образом, все-таки, мы приходим к выводу, что игра вот с этой связкой, она невыгодная. Но, справедливости рады, все-таки, покажу вам, как могли черные достичь ничьей при сильнейшей игре белых. Она была связана с большими трудностями, но все-таки была достижима. Естественно, надо играть АБ6. То есть, не давать белым захватить важный пункт А5. Конечно, после СБ4 черные просто развязываются вот таким образом. Ну, и тут еще сами владеют преимуществом. Поэтому, естественно, белые так уже не могут играть СБ4. Они играют СБ2. Теперь черные играют СД6. Ну, и лучше всего белым пойти здесь БА3. Черным лучше всего ответить ДЦ7. То есть, создали ударные колонки. И в этой позиции лучше всего за белых ответить СД4. То есть, такой размен уже теперь невозможен. Потому что вот эта связка, она мертвая. Белые выигрывают, конечно, после такого размена. Поэтому черным приходится меняться вот таким образом. Разменялись. И белые отвечают ДЦ3. Теперь обратите внимание, ход ЕФ6 невозможен. Из-за небольшого ударчика, так называемого солнышка. Три отдали. Три забрали. То есть, видите, как бы по кругу такое солнышко как бы. Ну, и белые успевают пройти в дамки. Черные не могут сопротивляться. Поэтому эта позиция легко выигранная за белых. Поэтому ход ЕФ6 невозможен. Черным приходится играть БА5. Тогда белые играют ЕД2. Опять ход ЕФ6 невозможен. Приходится играть СБ6. Тогда белые играют СД4. Черные меняются назад. И белые играют ЕД4. На что рассчитан этот ход? Если теперь черные все-таки займут пункт Ф6. Как-то более-менее равномерно расположат свои шашки. То эта позиция будет проигранной после размена ДЦ5. То есть, ну, так играть бесполезно. Тут, как говорится, все проиграно очень быстро. То есть, если меняться вот таким образом, то черные проигрывают, несмотря на то, что находятся довольно-таки близко к дамочным полям. Белые играют СБ6. То есть, получили наивыгоднейшую оппозицию. То есть, если вот убрать эти шашки, чья бы очередь хода не была, белые все равно побеждают. То есть, если очередь хода белых, они играют БА7. Если очередь хода черных, то после такого опять белые выигрывают. То есть, это называется наивыгоднейшая позиция. Ну, здесь, то есть, так играть бесполезно. Сразу проиграно. Приходится играть ЕФ4. Белые играют БА7. Вот как раз вот этот темп белым пригодился. Черные жертвуют шашку. Ну, и кажется, вроде партия должна закончиться ничей. Ну, на самом деле, белые успевают шашку Д2 загнать на пункт С5. То есть, на Д4 сперва. И при случае могут сыграть на С5. То есть, если черные ставят дамку, она тут же ловится. И белые выигрывают. То есть, естественно, так играть нельзя. Поэтому черным приходится играть БЦ7. Ну, и тут выигрывает ФЕ7. То есть, как бы черные не играли, опять нельзя ставить дамку. Если как-то жертвовать, так или так, то белые опять выигрывают. То есть, проводят все свои шашки в дамке и строят треугольник Петрова. Кто не знает, как строить треугольник Петрова, я подсказочку выложу в левом крайнем углу сверху. То есть, друзья, в этой позиции мы выяснили, ЕФ6 нельзя из-за ДЦ5 проигрывает. Остается ход ЦБ6. Ну, тогда белые играют ДЦ3. И теперь все-таки возможен ход ЕФ6 наконец-то. Но белые играют ЦБ4. То есть, грозят выиграть шашку или захватить центр после хода БЦ7. И опять же выиграть партию. Здесь уже за черных надо жертвовать шашку и прорываться в дамке вот таким образом. Ну и сильнейший вариант тут за белых будет сыграть именно HG5. Ну, в эту сторону бить уже проигрывает. Так нельзя бить. Поэтому черным приходится бить так. Приходится бить именно в эту сторону. Побили, побили. И черные наконец-то устремляются в дамки. Белые также идут в дамки. Пошли, поставили. И черные нападают на шашку А5. Ну, надо отходить. И теперь черные ее разменивают. Ну, допустим, таким образом. Так, так. Ну, на этом еще, друзья, игра не заканчивается. Белые играют на поле ЦБ3. То есть, в случае, если черные пойдут ДЦ5, попытаясь как-то разминивать шашку. Вот, если бы ход был черный, да, это позиция ничейная. То есть, черные отдают шашку. Сюда бить нельзя. Естественно, ничья. А если сюда бьют белые, то черные занимают большую дорогу. И позиция также ничейная. В данном случае ход белых, и они успевают сыграть АЖ7. То есть, сейчас вот эта жертва уже бессмысленная. Белые просто занимают большую дорогу. И опять выигрывают, построив треугольник Петрова. Но в данной позиции ничья все-таки есть за черных. То есть, есть вот такой ход на АЖ4. И теперь белые не могут вести свою шашку в дамке из-за простого ДЕ5. Размена и позиция уже становится ничейной. Если же черные сперва нападают, можно, в принципе, и таким образом сделать ничью. Но белые вынуждены отойти. Здесь уже можно, в принципе, пойти опять же, ну вот таким образом, на АЖ4. То есть, не давая хода АЖ7 из-за ДЕ5. Но тут есть за белых ловушка. Не играют АБ4. Черные вынуждены играть на поле Д8. То есть, грозят напасть на шашку. А если белые закроются, то черные сделают ничью таким образом. Поэтому уходить надо. И черные играют ДЦ5. И в этой позиции, друзья, есть ловушка за белых. Я сам как-то на чемпионате России, на командном чемпионате России по быстрой игре в нее попался. То есть, в этой позиции надо сделать за белых ход АБ2. Ход на ловушку. И теперь черные должны точно ответить. То есть, только ход на АЖ4 за черных ведет ничьей. Если же черные играют на Ц7, это позиция проигранная. То есть, в чем суть? Если играют на АЖ4, белые идут на поле Ж7. Черные жертвуют шашку. И обратите внимание, достигают ничьей. То есть, грозят побить шашку. Надо отходить. Еще раз напали. Еще раз напали. Еще раз напали. И все-таки они съедают эту шашку. Если же черные играют на поле Ц7, то есть, как раз вот на командном чемпионате России у меня было очень мало времени. По-моему, 2 или 3 секунды осталось. Я ошибся. И мастер здесь не нашел ничью. Он, по-моему, пошел дамкой по большой дороге. А я потом ушел назад. И как раз вот достиг вот этой ничейной гавани. А после Ц7 у белых был красивый выигрыш. Надо было сыграть АЖ7. Не боясь вот этого только что рассмотренного варианта. Вроде бы кажется, разницы никакой. Но на самом деле, вот эта уже жертва, она не дает ничьей. Тут можно даже за белых еще поиздеваться над черными. То есть, у меня тренер как-то тоже, по-моему, над кем-то издевался. Вот в этой позиции. Надо мной, да. Он показывал, когда первый раз. То есть, кажется, вроде напали так же. Напали. Напали. Отошли. Но белые тут неожиданно играют FE7. И выясняется, что у черных проиграно. В эту сторону нельзя бить. Из-за столбняка. И ходить черным некуда. И в эту сторону также бить нельзя. Потому что белые ставят дамку. И опять получается столбняк. Так называемый прием. То есть, это противостояние белой и черной дамки на большой дороге. Запомните его. Называется столбняк. Друзья, если вам понравился анализ данной партии, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Но эта партия была довольно-таки интересной. Ну и варианты, которые, так скажем, остались за кулисами, которые мы сегодня разобрали, они довольно-таки тоже интересные. Мне лично вот эта партия понравилась. Друзья, до свидания. Спасибо за просмотр.